Друзья, всем привет, этот раз сейчас включая до ножа, и в этот раз я попробую подняться с помощью обменников и магазинов, и в этот раз у меня выбор пал получается на конкретно битскинс, но я начал не просто с битскинса продаж каких-то на битскинсе, а я решил прочекать вообще автобай на битскинсе, и вот конкретно эту схему на постоянной основе использовать не получится, но тем не менее она сейчас имеет место быть, да и в будущем вам наверное пригодится плюс-минус понимать вообще как работать по автобаю битскинса, если вы с этим дело не имели, и соответственно получается у меня большая часть баланса была на тредите, я решил глянуть возможно ли с тредита на битскинс автобай что-то выгодно перевести, ну и получается это то, что есть куча ширпа, там за 40% одна шмотка, за 20% одна, третья за минус 5%, ну и остальные какие-то вещи под минус 30% и выше валяются с тредита на битскинс, но прежде чем делать такой круг трейдов, я понимаю то, что надо смотреть вообще в обратную сторону, да, какие проценты у нас, то есть получается я знаю то что у нас когда я делаю трейд, тредит на битскинс я теряю минус 30% и выше, да, то есть соответственно я понимаю то, что в обратную сторону мне например удастся безкинса вывести вещи под 43%, по 40% То есть получается какие-то проценты вплоть чуть ли не до минус 40, меня вполне будут устраивать для трейдов с бискинсом, чтобы быть уверенным в том, что я получу какой-то с этого доход. В первом трейде мне удалось не сразу же все вещи взять, которые я хотел. Я взял 4 вещи на сумму 46 центов с трейдита на бискинс и успешно продав их там по автобаю, я получил 35 центов на баланс. Обратно выведя 2 шмотки по 17 центов, я получил 64 цента на баланс. Вполне неплохой я считаю профит с 46 центов, то есть по итогу я получается профитнул в районе 18 центов. Ну и я вновь решил посмотреть какие еще можно вывести вещи на бискинс автобай с трейдита. На этот раз я взял шмотки, которые у меня заблагались и еще добил какими-то другими вещами. Например я взял дорогую шмотку за 2 доллара 40 центов на бискинс. Я понимаю, что она самый выгодный вариант, но тем не менее с нее тоже можно будет получить какой-то профит. В обратную сторону я набрал кучу контейнеров по расту, под 46% по табличке бискинса. Они получается мне обошлись 9 центов каждая на бискинсе. Еще я добил баланс какими-то шмотками по доте. И по итогу мне обратно удалось закинуть 3 доллара 8 центов. Что вполне неплохо, при том что я потратил 2 доллара 83 цента. То есть получается я заработал на этом где-то в районе 25 центов. Далее я взял 2 не самые выгодные вещи конечно же. С тредита на бискинсе под минус 39 почти по минус 40%. Продал их по автобаю на бискинсе. То есть было вновь потрачено 3 доллара 11 центов на тредите. И на бискинсе я заработал с этого по итогу получается 1 доллар 77. В обратную сторону я набрал контейнеры по расту. Опять же по 9 центов. И закинул их обратно на тредит на 3 доллара и 14 центов. То есть в принципе я с этого вышел какой-то ноль. И я уже понял то что получается по этой схеме не особо потратиться не получится. И поэтому я перешел на какие-то другие мини. И в этот раз я нашел то что есть выгодные вещи так же. И со свапа на бискинс по автобаю. У меня как раз был баланс 57 центов на свапе. Я набрал вещей на нем на 54 цента под бискинс. И закинул их получается туда в ноль. А обратно я вывел 4 курточки по расту за 13 центов. По табличке они получаются у нас ценивали с плюс 43% бискинсы на свап. И закинув их я заработал 92 цента. То есть получается я по итогу профитнул почти 40 центов. Хочется отметить то что при таком трейде нужно брать со свапа какие-то вещи в обратную сторону. Поэтому тут вы либо продолжаете делать круг трейд. Выбирая ту вещь которая вам необходима опять же здесь со свапа по табличке. Либо же берете какую-то шерповую вещь за пару центов себе в инвентарь. Но в данном случае зачастую такие вещи обратно не принимаются. Они падают в уверсток, в unstable. И они по итогу у вас застревают мертвым грузом на вашем аккаунте. У меня таких вещей на аккаунте имеется уже примерно на 10 центов. Поэтому я их тоже буду считать, посчитывать в конце этого трейда. Возможно где-то я найду способ как их правильно использовать. Ну или в свое время они просто выйдут из-за верстока. Далее я набрал вещей на 91 цент со свапа на бискинс. Продав их там я получил 80 центов. Меня на баланс капнуло в районе 76 центов. И обратно я набрал как раз таки на 75 центов курток по 15 центов. И закинув их на свап я получил 1.30. То есть получается я заработал 40 центов. В дальнейшем я решил взять шмоток на 1.22. Снова же со свапа на бискинс. Закинув их туда я заработал 83 цента. Еще 5 центов у меня было на балансе. И в обратную сторону я взял куртки по 12 центов. Из-за внимательности я взял две куртки за 18 центов. И из-за этого получается 10 центов от бискинса я потерял. А это получается под свап где-то в районе 14 центов. И по итогу я закинул всего лишь на свап 1.38. То есть получается я заработал 16 центов. Но если был бы внимательней я бы заработал бы конечно же центов 30 с этого круга трейда. Ну а потом я решил попробовать взять дверь по расту на 3 скинфаст за 1.23. Так как табличка показывала то что она выгодная. Но к сожалению я накнулся на оверсток на 3 скинфасте. Но я не отчаялся. Я понял то что в обратную сторону закинуть эту дверь не имеет смысла. Так как я потерял много на комиссии. Я пошел на 3 скинфасте в базу цен. Выбрал интересующую у меня шмотку. И заметил то что на лутфарм она принимается с доллара 34. Но это на самом деле не так. Это опять же какой-то баг таблички 3 скинфаста. На лутфарме она принимается всего лишь за 1.22. Но тем не менее в обратную сторону я забрал шмотку подойти за 1.19. Я оставил несколько центов на балансе лутфарма. И получается по итогу я закинул обратно шмотку за 1.17. 3.4 цента я оставил на лутфарме. То есть получается я потерял 1.2 цента на этом. Ну и чуточку своего времени. Таким образом я избежал каких-то ненужных мне потерь на балансе. И при этом вышел из проблемы с верстоком. После свапа я понял то что можно и так же с дотамани на бискинс по автобусу. Слить некоторое количество вещей выгодно. И сделав перевод 62 центов на кс мани. То есть на дотамани. Я нашел шмотку за 54 цента на этом сайте. И продав ее на бискинсе под минус 20%. Я начал вводить оттуда вещи под плюс 35-36%. И получается я набрал вещей на 41 цент. И выведя их обратно я заработал 65 центов. То есть получается с этого круга трейда я получил 9 центов. Я решил повторить этот круг взяв шмоток на 24 цента. Продал их я на бискинсе и заработал 19 центов. И за 19 центов я забрал вещь. И закинул ее обратно на дотамани за 30 центов. То есть получается с этого круга я уже профину всего лишь каких-то 6 центов. Ну а далее я понимаю то, что можно чекать на бискинсе как раз таки автобай. И то в каком количестве люди готовы купить по той или иной цене ту или иную шмотку. Я начал смотреть сколько я могу вывести под выгодный мне прайс вещей на бискинс. И продать их по той цене, что меня как раз таки и устроит. И уже определившись всем какие вещи стоят моего внимания. И в каком количестве я их набрал на дотамани. А конкретно я набрал вещи на 75 центов. И продав их на бискинсе я вывел обратно шмотку за 82 цента. Профитнул их всего лишь какие-то 7 центов. Поэтому такой круг трейдер скорее всего просто вам на заметку. То что можно как раз таки сориентироваться по тому. Сколько автобай по какой цене стоит на бискинсе на ту или иную вещь. Я думаю вам в будущем как раз таки это и пригодится. Но в дальнейшем я просто напросто заметил то, что на дотамани есть выгодная шмотка обратно на тредит. Под плюс 1-2 процента. Но она стоит чуть дороже чем тот баланс который у меня есть на дотамани. Я как раз взял ту сторону необходимую мне плюс-минус сумму и уже как раз таки с вычетом баланса я перевел с дотамани на тредит. И получается на тредите у меня баланс накапал на 4 доллара 30 центов. Потому что у меня был еще какой-то баланс на свапе. К сожалению скрешфоты я посеял. Такое тоже бывает. Но ничего страшного. За трейдерсы как говорится. Тем не менее я вывел какой-то баланс со свапа. Какой-то баланс с дотамани. Обратно на тредит получил я на тредите как я и сказал 4 доллара 30 центов. На свапе у меня осталось 57 центов. На дотамани у меня осталось 13 центов. Ну и на каких-то других сайтах и вообще в шмотках у меня осталось плюс-минус 10 центов. То есть в общей сумме получается я на данный момент имею 5 долларов 15 центов. А это как раз таки где-то плюс 50 процентов от того банка, который у меня был до начала этого видео. Но в следующем видео мы как раз попробуем потретиться с магазинами. Попробуем учиться правильно продавать. И постараемся натыкаться на те вещи, которые у нас будут долго продаваться как можно реже. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите в ближайшее время выход нового видео.